Рак молочной железы – это злокачественная опухоль, которая появляется в тканях молочной железы вследствие мутации нормальных клеток тканей молочной железы. Он может вообще никак не проявляться, он может не болеть, может никак не ощущаться, поэтому необходим регулярный онкоскрининг, то есть регулярное обследование у мамолога, УЗИ с 35 лет на 5-10 день цикла, а 40 лет мамография. Часто рак молочной железы выявляют при самообследовании. Такие симптомы, как нахождение узла или уплотнение в ткани молочной железы, изменение цвета кожи или соска, отек общей или локальной кожи или соска, увеличенные левоузлы в подмышечной области – все это должно насторожить. Поход к врачу-специалисту в таком случае необходим как можно быстрее. В нашей клинике решение принимается на онкологическом консилиуме, то есть ни один врач, к которому пришла пациентка, берет на себя такую колоссальную ответственность. Кейс докладывается на консилиуме, и все наше куларное онкологическое общество принимает решение, что делать дальше. В каких-то случаях мы начинаем с хирургического вмешательства, то есть практически всегда необходима операция по удалению образования и, возможно, лимфоузлов. Иногда мы начинаем с неодевантной полихимиотерапии. Это лекарственный метод, призванный убить или снизить рост размножения клеток, раковых клеток. Применяются такие методы, как таргетная терапия. Это что-то вроде химиотерапии, но при этом страдают только раковые клетки, не страдают здоровые клетки организма. Результат закрепляется в ряде случаев лучевой терапией. В нашей клинике самые передовые аппараты в этом отношении и самые передовые методики. Ну и, естественно, врачи экспертного уровня. Наши пациентки редко лишаются органа молочной железы. Сейчас, ввиду того, что обследование пациенток стало рутинным, и сами женщины ведут себя правильно, Мы чаще выявляем образование на первой-второй стадии, когда их можно удалить в пределах здоровых тканей, не удаляя саму молочную железу. Ключевым аспектом этой операции является срочное гистологическое исследование краев резекции, дабы подтвердить, что опухоль не распространялась по тканям железы, а локализована. В случае, когда мы понимаем, что нужно удалять всю ткань молочной железы, мы планируем операцию так, что одномоментно происходит реконструкция органа имплантатом. Да, бывают сложные случаи, когда приходится удалять сосок или кожу над опухолью. Тогда есть так называемый временный имплантант. Это девайс под названием экспандер, который нужен для того, чтобы растянуть кожно-жировой чехол для последующей постановки имплантата. То есть наши пациентки не то, что довольны результатом, а уходят со словами «не было бы счастья, да несчастье помогло». Редактор субтитров А.Семкин